Казанское лето 2022 года можно поистине назвать комарином, ведь летающего ковра такого масштаба давно не было замечено. Горожане опустошают полки защищающими и противовоспалительными спреями и мазями. Но от этого был бы, безусловно, толк, если бы комары не атаковали буквально все части города. Вследствие этого в столице Татарстана было принято решение об обработке 158 водоемов. По данным пресс-службы мэрии Казани, на данный момент обработали уже 70 водоемов общей площадью 282 гектара. Ежегодная обработка началась уже 23 июня. Перед этим водоемы обследуют на наличие личинок комаров, а после результаты проверяют специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан. Комары у нас обычно появляются где-то с 10-15 мая. Если май он теплый, то они начинают постепенно появляться. То есть вот эти поколения, они начинают там, как говорится, нас кусать. Потом, значит, они отрождаются, то есть напиваются кровью, откладывают яйца и умирают. Но когда происходит похолодание, у них задержка вылета. Их догоняет следующее поколение. Потом еще следующее. А у нас май был такой, что он напоминал больше октябрь. И, соответственно, значит, только в июне и даже во второй половине июня у нас как раз произошла вот эта уже скопившаяся, ожидающая хорошей погоды, вот эта масса комаров. Комары преследуют нас на природе и в городе с ранней весны до поздней осени и способны испортить своим присутствием даже самый приятный отдых. Их укусы вызывают неприятный зуд. Однако не все комары одинаковые даже в одном регионе. Есть вещи, которые комары очень не любят. Так как же можно предотвратить нападение летающих кровопильцев? Предотвратить это аэрозоли-репелленты. Они сейчас достаточно действенные, поэтому если мы идем в лес, на пикник, то мы ими брызгаемся. И действительно комары, они, значит, отпугиваются этими репеллентами. Причем сейчас они хорошие, даже их можно брызгать на кожу и на лицо. Они не оказывают никаких отрицательных воздействий. Единственное, что, значит, в жаркую погоду, когда потеешь, то вот этот вот репеллент, он все-таки с потом сходит, и комары опять начинают беспокоить. Несмотря на всеобъемлющую ненависть россиян по отношению к комарам, все-таки нужно понимать, что эти насекомые просто необходимы природе, как и все живое на планете. Остается только научиться грамотно выстраивать личные границы и жить в согласии. Правда, желательно не пересекаясь друг с другом. Карина Саяхова, Универньюс.